Как мы знаем, армян переселяли не только в Азербайджан, но и в Грузию. Окунемся немного в историю. Дашнакское правительство Армении имело серьезные виды на Тифлис. Известно, что Грузия – страна многонациональная. Помимо грузин, составляющих 83,8% населения, здесь немало национальных меньшинств, большинство из которых азербайджанцы – 6,5% и армяне – 5,7%. Армяне, не относясь к коренным жителям Кавказа, были в массовом порядке переселены в регион в начале XIX века. В 1801 году началась планомерная кампания переселения армян из Османской и Иранской империи в Шамшадиль, Лори. Согласно архивным документам и камеральным спискам, с 1807 по 1808 год. В район Авлабаре близ Тифлиса было переселено 338 армянских семей, 1906 человек, с 1809 по 1811 год. В Балнисе, Борчалы, 428 семей, 2140 человек. После русско-турецкой войны с 1828 по 1829 год. Началась интенсивная волна переселения армян из Малой Азии на Южный Кавказ. В общей сложности Искарской, Ирзурумской и Боязетской областей, на территорию нынешней Грузии планировалось переселить 8000 армянских семей. Но в процессе кампании, эта цифра была доведена до 14000. Уместно отметить, что заселение Кавказа армянами представляло собой часть стратегического плана, составленного еще в 1724 году Петром I, как отметил грузинский ученый-историк Гурам Мархулия, целью планомерного массового переселения армян на заранее намеченные территории Азербайджана и Грузии, служило целенаправленное изменение этнодемографии Южного Кавказа. В дальнейшем это обернулось различными происками против коренного населения. В 1890 году в Тифлисе, Ростом Зорин, Симон Заварян и Христофор Микайлян основали партию под названием Дашнакцутюн. Новая партия ставила своей целью – создание армянского государства путем вооруженной борьбы, террора. Партийный орган, газета Дрошак, знамя, которая в частности писала, «Наша партия никогда не согласится с теми, кто хочет достичь своих целей только дипломатическими средствами. Наши дипломаты исходят из своих интересов и интересов сильных мира сего. Пусть армяне знают, что ничего не смогут достигнуть, пока армянская земля не обогрена кровью». Этот отрывок вскрывает истинное лицо Дашнаков, готовых прибегнуть к любому средству для достижения цели. После создания на Кавказе независимых государств, Дашнаки, придя к власти в новообразованной Араратской республике, Армения, сразу же выдвинули территориальные притязания и к Азербайджану, и к Грузии. Получив азербайджанский город и Еревань под столицу, Дашнакское правительство Армении не удовлетворилось этим, продолжая рассматривать Тифлис в качестве некой цитадели Дашнакцутюн и одновременно претендуя на Лори и ряд территорий Грузии. Эти притязания увенчались передачей Лорийского округа Армении в 1921 году по инициативе Сталина. Армянские Дашнаки выдвинули и продолжают выдвигать притязания на еще один регион в составе Грузии, Самцхедживахети. Эта территория, наряду с целым рядом областей, соседних Азербайджана и Турции, была включена ими в пределы проектируемой, так называемой мифической, Великой Армении. А отметим, что в начале XIX века из Османской империи в эти края, планово переселялись армяне-католики, большинство которых было размещено именно в данной области. Для политики партии Дашнакцутюн, которая до сих пор процветает в Армении, характерно злоупотребление, дружеским отношением соседних стран к армянам. Они никогда не стеснялись и не стесняются в средствах для достижения своих неблаговидных целей, на пути к решению своей стратегической задачи, то есть, созданию так называемой мифической, Великой Армении от моря до моря. Сегодня, при взгляде на новейшую историю Армении можно отметить, что эта страна все еще не состоялась, как действительно независимое государство. И в политическом, и особенно в экономическом отношении она зависит от России, благодаря которой фактически и существует на политической карте мира.